Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Именно этими словами из знаменитого советского фильма «Любовь и голуби», регулярно употребляющий алкоголь, дядя Митя, поведал собравшимся об очередной своей фантазии. Не знаю, злоупотребляет ли горячительными напитками многолетний пресс секретарь некогда правящей Республиканской партией Армении РПА Эдуард Шармазанов. Но он часто несет такое, что и дяде Мите из известного советского кинофильма не снилось. Вот и на сей раз он выкинул номер. «Очаиваться и покидать родину — это не решение проблемы», написал он, обозначив огромную и неразрешимую проблему Армении. Послушный эдик третьего президента Армении Сержа Сарксяна сообщил, что в последнее время часто слышит выражение «я покину страну». Более того, он даже причины такого рода речей понимает. Их много — поражение в 44-дневной войне, обнуление карабахской хунты, неэффективность действий армянской оппозиции. Но со всем этим Сержиковский эдик не согласен. Армения — родина, данная нам Всевышним, и наша цель как нации — жить и творить на своей родине, защищая и способствуя ее процветанию. Встать на пути миграции после поражений, явление не новое, оно существовало и в средние века, и, безусловно, ослабляло наше национальное сопротивление. Пафосно написал Шермазанов. Красиво излагает. Особенно с учетом того, что живет Шермазанов, что называется, страны под собой не чуя, не осознавая величины проблем, с которыми столкнулись рядовые граждане Армении, которые по-прежнему находятся в самоизоляции, встав на этот путь еще в период распада СССР и претендуя на территории Азербайджана. Да, вместо добрососедства и регионального сотрудничества Армения выбрала путь войны и оккупации наших земель. В итоге она проиграла все, что только можно было проиграть. Разве что был для таких, как Серж Сарксян. На деньги Коева существует Шермазанов — короткий период больших возможностей грабить Армению. Но в 2018 году карабахский клан был отправлен на свалку армянской истории в результате шашлычной революции. И вот оттуда, со свалки армянской истории, периодически подают голоса Роберт Кочарян, Серж Сарксян, Сейран Аганян, Эдик Шермазанов. Последний, ясное дело, любит манипулировать цифрами и фактами в своих узкопартийных интересах. Вот и сейчас он в качестве решения проблемы произнес даже не программную речь здравомыслящего политика, а классический армянский застольный тост. А решение проблемы следующее — оставаться, жить, воевать на родине. Жить и сражаться за Армению и Арцах. Турки именно этого хотят, чтобы армяне разочаровались и покинули свою родину. Будет ли легко? Конечно же, нет. Но другого пути нет, — умозаключил пресс-секретарь РПА. Как видим, он снова предлагает гражданам Армении верить в то, чего не было, нет и не будет, в проект под названием Арцах. Тот самый эксплуатации Коева в свое время помогла шефу Шермазанов взобраться на армянский политический олимп. О том, что именно этот путь привел к банкротству Армении, как государство, он умалчивает. Хотя очевидно, что Армения ныне лишена критически большого числа атрибутов независимости и суверенитета. А главное, она лишена будущего. Именно понимание всего этого и вынуждает армян бежать из Армении. Причем так было всегда. И статистика хладнокровно свидетельствует об этом. Достаточно всего лишь напомнить, что на момент распада СССР в 1991 году население Армении составляло 3,618 тысячных миллиона человек. А по данным на 1 июля 2023 года количество населения РА составляет 2,985 тысячных миллиона человек. Но даже если верить этой цифре, которая весьма далека от реальности, то получается, что сокращение имеет место почти на 700 тысяч человек, то есть почти на треть. И такая тенденция была всегда, в том числе и в годы президентства Сарксяна, которого обслуживал и продолжает обслуживать Шармазанов. Просто Эдик делает вид, что не понимает глубины и причины проблемы. А еще он делает вид, что не в курсе еще более печального будущего Армении. А тем временем население Армении к 2050 году сократится до 2,6 миллиона человек. Об этом пару лет назад сообщила координатор программы населения и развития армянского офиса Фонда народонаселения ООН Анна Аванесян. При этом тут речь идет об оптимистическом для РА сценарии. Согласно же пессимистическому сценарию, население Армении к 2100 году может сократиться до миллиона двухсот тысяч человек. Вот такой в реальности является страшная весть для Армении. А вовсе не то, о чем пишет Шармазанов. Что до Азербайджана, который Эдик винит во всех бедах армянского народа, то тут все иначе. Население Азербайджана в 1991 году составляло чуть более 7 миллиона человек. А по данным на 1 июля 2023 года численность населения составила 10 миллионов 151 тысячу 517 человек. При этом, по прогнозам ООН, к 2050 году население Азербайджана превысит 11 миллионов человек. Такой вот расклад, который определяет все, включая будущее Южного Кавказа.